Здесь появились пазлы и головоломки. Вот смотрите, сверху лежат ништяки, и чтобы до них добраться, мне нужно додуматься воспользоваться блинком. Но об этом, я вам скажу, не догадывается 95% всех игроков. Если это реально так, то это растратный факт. Майни, мы с вами! Всем привет! И сегодня у нас реакция на... Свидона? И его новый ролик по Варкрафту воевать, мастерить, блин. Варкрафт 3 Фрозентрон, о чем он был, мы узнаем с этого ролика. И Фрозентрон, наверное, это моя любимая часть самая. Ну, типа из Рейт оф Хаус или Фрозентрон. Там вроде еще какая-то была, если не ошибаюсь. Какая-то вроде еще была. Или нет? Ну, точно Рейт оф Хаус и Фрозентрон, помню, они у меня на одном диске даже были. Да, у меня был пиратский диск с Варкрафтом, но я его купил уже в Баттлнете. И ладно, не важно, что там еще было, потому что я могу тупники ловить. Приветствую вас, уважаемые рептилии. О, прикольно. Пошло время вспомнить про самую известную стратегию на планете. Баевать, мастерить. Если у вас это меню не вызывает дрожь в яичках и скупую ностальгическую слезу, то у вас нет никакого права называть себя геймерами, а уж тем более геями, потому что Варкрафт не терпит обсосов. И если вы претендуете на интеллектуальность, вы обязаны знать, что... Ох, ну, блин, Варкрафт... Чертяга. Чертяга. О, наги. Первая глава начинается оттуда. Здесь шкандыбает наша новая знакомая Мев, которая едила с вертухаем на зоне Иллидана, и теперь жаждет упечь его обратно в тюряху. Вынюхивая вот эти демонические следы, Бигсан атыкается на нечто очень страшное. Сожженное ночноэльфийское поселение. Иллидан где-то здесь. Это виной всем вот эти странные мутанты-русалки, которые называют себя нагами. Наги это, короче, вот эти все земноводные русалочки, сирены, рептилоиды и мурлоки. Это типа дополнительная расположена... Я только понял, что я не включил экран, и это подчиню. Все нормально. Я, в общем-то, даю их мутантилем глубоководной пизды и дохожу до самого Иллидана, который ссыкливо сборит в лодку и уплывает, оставляя меня разбираться со своими подсосами. Они быстренько скукоживаются, и так начинается настоящая мусорская погоня на лодку. И она, прикиньте, вот с этого берега, доводит нас аж сюда, на Мальдивы. Эти таинственные острова, как говорит нам игра. Мы с девчонками здесь причаливаемся и узнаем, что эти тропические поселения 10 тысяч лет назад выкопали древние ночные эльфы. Древние укрыты тоже. Это обязательно нужно отметить пусканием корней наших деревьев и захватыванием местных рудников. Конечно, играть за мусора по ощущениям, как грязевые ванны, но нужно помнить, что... Иллидан где-то здесь. Да, Иллидан где-то здесь. Здесь находится один пожилой орк, который просит упокоить души умерших. И вот пока я отправлялся их упокаивать, на базу регулярно нападали земноводные. А так как я полувялый ночной эльф, такие нападения мне совсем не страшны. Стоять в моем здании умеет вот так подрываться его наваливать поздюли. Опа, видали, как селедку прищемил? По красоте стратегия функционирует. Добрался, значит, до душ умерших. Они тут друг другу по голове стучат уже 10 тысяч лет. Чисто по приколу. И вот внезапно... Им было весело. Как жаль, как жаль. Пожилой орк, в свою очередь, поведал смешную историю о том, как 20 лет назад орочий колдун Гул'дан приплыл сюда со своими дурачками, чтобы открыть могилу и получить огромную силу. Ведь именно здесь похоронен Саргарас, тот самый жмых, который сотворил демонов и пылающий легион. Но по итогу великий орк Гул'дан только пососал демонической жопой и умер вместе со всеми своими братанами. Грустная история, но мне нужно пройти дальше и разъебать базу земноводных. В конце карты находилась последняя клетка, за которой нас и ждал Иллида. Вот видите, какой здоровый. Это, короче, вход в гробницу. Крылатый черт радуется, хихикает и забегает внутрь. А наши подружки следуют за ним. В третьей главе мы уже как бы внутри. И первое, что мы видим, это японские иероглифы. Ребята, кто смотрит видео, переведите и напишите их значение в комментариях, пожалуйста, а то нихуя не понятно. В общем, Гул'дан написал на стенах отзыв о том, как хорошо провел здесь время. Из флэшбэков мы узнаем, что этот персонаж был конкретным гаденышем, убивал своих же сородичей и говорил мерзопакостные вещи. Я повергну этот жалкий мир на колени. В плане геймплея Фразентрон ушел гораздо дальше своей предыдущей части. Здесь появились пазлы и головоломки. Вот смотрите, сверху лежат ништяки и чтобы до них добраться, мне нужно додуматься воспользоваться блинком. Но об этом, я вам скажу, не догадывается 95% всех игроков. Я вот так вот хотел отменить... Если это реально так, то это... Это странный факт. Я... Это вроде логично. Блин, это вообще мой любимый скилл. Ребята, вы конечно можете подумать, что я опять что-то там подмонтировал, подстроил, гадости наделал, но нет. В играх Blizzard почему-то постоянно вот этот возвышенный манерный пафос перекликивается с аллюзиями на анусы, и очко. Ну как еще можно воспринять фразу «Я заберу у тебя твое пылающее око?» И мне еще нужно внимательно играть и серьезно ко всему этому относиться. В общем, это око – магический артефакт, который содержит в себе огромную силу. В этой же гробнице я встретил моего любимого персонажа во всем в Варкрафте. Вы обзнакомьтесь, это Склизкий Га. К сожалению, он является моим противником, но при других обстоятельствах мы бы с ним нашли язык. Прикольный переход, охрененный. Кайф. У костра за шашлык. Последний. Я уверен, что в момент поглощения черепа Гул'дана он завладел и его воспоминаниями, поэтому, собственно, и направился сюда за этим могущественным артефактом. Око Саргараса! Он вяжет в себе силу, которой хватит, чтобы раз и навсегда избавить этот несчастный мир от моих врагов. Этот гаденыш высасывает из него магию, и гробница начинает разрушаться. Так как умением блинковаться обладает только наш Вертухай, она кидает своих подружек и за пару минут отборного геймплея сваливает из этого зловонного места. Выбравшись из такой ситуации, единственное, что мы можем сделать, это позвать на помощь нашего старого друга Хариона. А чтобы это осуществить, мы должны отправить гонца от пульта обратно в Калимдор. Извините, что опять же Малман. Нам предлагают проходить на вот таких пожилых камнях. Говорю, потому что я смотрю. 2002 года выпуска, поэтому, конечно, рекомендуется воспользоваться суднами из игры World of Warcraft. Ведь именно здесь, на днях... Неплохая реклама. Неплохая реклама. Ну, сделаем так. С командиром, неделя премиума и миллион премиума. Так что перестаньте чесать свою лысую голову и скорее воспользуйтесь моментом. А вот кто точно воспользовался моментом, так это наш гонец, который поплыл за подкреплением. Тем временем, Фарион со своей Бигсой спокойно чилил и думал, что мир уже спасен. Как вдруг гонец вываливает, что Иллидан совсем с цепи сорвался и собирается устраивать масштабные оргии с демонами. Пятая глава посвящена... Блин, так как я все это вспоминаю. Прям вообще дикий. Надо вот с рептилиями драться и собирать войска. Вот смотрите, кто... Лицейден за этот видос прям супер респект. Они умеют делать вот так. Это прям очень приятное видео. А кроме этого, обладают способностью оскорбления. Оскорбление как часть боевой системы. Но это самая гениальная стратегия всех времен. Просто нечего добавить. После краха очередной базы Иллидана мы с ним встречаемся лицом к лицу. Но этот черт опять линяет и садится на свой корабль. Заколебал? Ты поплевел сюда. Так они его не могут славить. Девчонки выдвигаются ловить Иллидана. И тут же встречают еще одного очень важного персонажа. Это Кель. Главный среди местных эльфов. В данный момент находится на стороне... Мак крови! Он жалуется на постоянно нападающую нежить слово за слово. И мы соглашаемся ему помочь в обмен на его дальнейшую помощь. Мне его у него столб бесил. Он своих дамажил тоже. Мудах. Но в конце пути нежити становится настолько много, что нам пришлось оставить Тиренд на мосту. Посмотрите, как это эпично выглядит. Она обсирается от собственной магии и падает в воду вместе с мостом. Ну а наш вертухай говорит, что все нормально, можно идти дальше, пусть она там утонет. Теперь Фарион, видимо уже поговоривший с землей, орет о том, что мир опять в опасности и Иллидан делает злодеяние. Но даже такой дурачок смог заметить отсутствие Тиренд. А где же Тиренд? На что Мэв отвечает, что Тиренд отбросила копыта. Как это мило. Ну его естественно чутка пригорает, но это же любовь всей его жизни. А тем временем Кель докладывает, что Иллидан дошел до развалин Долорана и начинает исполнять какой-то гадостный ритуал. Ну короче, мы с ребятами собрались и помешали подонку. Он естественно там еще что-то покорейкал, но уже была в том, что объединенные и миски войска дали ему пососновать. Она с неправильным крутой, на самом деле. У меня никак не теряет теографика. Хотя многие игры в того вотом реально были тоже ужасны. Но перед приговором Иллидан объясняется, что он этим ритуалом хотел уничтожить ледяной стул, место обители короля мертвых. На что получает обвинение в свете Тиренд? Но Белыбрисы знает, что она не умерла, а просто чуть не сдохла, упав в воду. Временно погодится. Замолчи сейчас же. И как это вскрывается, происходит конкретное смещение иерархий. На самом деле это немножко абсурд. Значит после всей погони Иллидан говорит «Брат, давай ты меня отпустишь, а я тебе помогу спасти Бексу, брат». И Фарион просто отвечает «Хорошо». Мэр, конечно, возражает, но теперь она находится в касте петухов. Замолчи! С тобой я разберусь в бой. В последней главе Иллидан действительно помогает спасти Тиренд. Мы обнаруживаем ее в конце реки. Идите сюда, жалкие ублюдки! Иди, идет! Как вы видите, армия тьмы на подходе, а значит нужно спешить. Ой, такие драконы противные. У них вроде сейчас просто атака ледяная. Такое говно. Когда-то они умеют плавать в воде. Хотя до этого всю жизнь меня учили, что в Варкрафте вода это почти непроходимое препятствие. Но самое смешное вот что. Ха-ха-ха! Наруто! Не, ну я хуе! Вот это кроссовер. То есть Селидан умеет с чакрой обращаться и по воде ходить. По механике, раз анак, в принципе, функционирует какорки... Теперь он за Наруто начал настрактировать. И умеет строить здания на воде. Нельзя так делать. Интереснее всего анимации постройки. Смотрите, какой слымак вылазит и формирует каркас здания. Ну, интересная технология. Я так себе дачу думаю построить. А тем временем база межицы высосала жопу и Теренд успешно спасена. А я вам напоминаю, что Иллидан Куколт и он это делал чисто потому, что хочет получить немного женской пизды. И представьте, насколько ему было обидно в этот момент. Защищать тебя, Теренд. То есть он сделал всю работу, спас ей жизнь. Ну, а я и насрать, чисто она к Ерохину на шею вешается. И все заканчивается на том, что они расходятся мирно и договариваются друг друга больше не трогать. Иллидан открывает портал в ад и уходит. Но, как говорится, мусор тебя из того света достанет, ему только повод дай. Вы забыли о правосудии! Фух, ну, на этом заканчиваются ночные эльфы и начинается кампания Альянса. О, Альянс. В первой главе Кель отчитывается перед главнокомандующим Альянсом лордом Гарритосом, очень мерзким расистом и сексистом. Этот жмых дает задание починить обсерватории Долорана, чтобы иметь... Это же Энвокер. Кто не любит Энвокера? Ну, мне вот надо зачистить территорию от всяких зомби и дождаться ремонта обсерватории. Одна обсерватория в порядке. Но это еще не все, потому что ремонтировать нужно их аж три штуки. Опять работа! Опять работа! Кстати, у Альянса появился новый тип войск. Ведьмак. Но только не Геральт из Ривии, а Роман. Я так думаю, что в дополнение стул заморозили, у всех раз появилось много новых типов войск. Вообще, это не дополнение, а вторая часть, я бы сказал. На берегу не оказалось целых кораблей, но, к счастью, нашим ребятам не придется мочить свои плавки, ведь на помощь приходят наги. Кель, конечно, сначала ломается, как девчонка, но в итоге соглашается на помощь и берет у них лодки. Вся петушиная обойма загрузилась на борт и отправилась к цели. Правда, тут на пути встали крабы, весьма серьезные противники, встречи с которыми лучше избегать. Значит, отрихтовал вторую обсерваторию и... Накраба, это опасно. Но вместо того, чтобы похвалить за труды, лорд Фекалис обвиняет нас в союзе с нагами и приказывает их уничтожить. Во второй главе посол передает новый приказ разрушить ближайшие базы нежити и при этом забирает у нас почти всю армию. Происходит конкретный беспредел и возникает личная обида на лорда Фекалиса. Кажется, я начинаю ненавидеть этого типа. Естественно, без армии нежития, Час есть такие топлившие вот так, но это смешно, блядь. Следственным спасением оказываются наги. У Белобрысова просто не остается иного выхода, кроме как заключить союз и вместе ликвидировать нежить. После этого Медуза склоняет эльфов переметнуться на темную сторону зла. И эта ситуация двоякая, ведь на самом деле Маршал реально пидорас. Но прислуживать демонам тоже не очень. Они не успевают договорить и появляется Гарритос, который все это видел и упекает эльфов в тюрьму строгого режима. В третьей главе Кель отматывает срок на зоне, а спасать его, конечно же, приползла Медуза. Теперь-то у него нет другого выбора, кроме как связаться с демонами. И они планируют попасть в мир демонов через тот самый звезд, который оттуда Медузет, чтобы впустить в Азерот Архимонда. Тапашан, солнечек подъехал. Мы у него пособираем своих заключенных и знакомимся с еще одной системой головоломок. Смотрите, вот есть две светящиеся залупы одного цвета. И если вдвоем одновременно на них встать, то что-то произойдет. И вот одна из таких головоломок вела в очень интересную комнату. Здесь нужно встать на платформу в определенной последовательности для того, чтобы открыть проход к, я извиняюсь сейчас за это, к горящим летающим овцам. Здесь же лежит так называемая секретная. Этого я не помню уже. Я завершаю побег из тюрьмы и следующая карта как раз таки есть. Секретная. Лорд Горилла хочет уничтожить портал, поэтому отправляет всех... На самом деле, у меня раз в Шеверкаппе не было прям откровенных сил, ну, типа, врагов, союзников. У каждого своя цель, и кто-то из них прав, частично туда нет. Ну, ты нарвался! Победа! Я помню, стандартный стандартный ТВ был кайфовый. О, от Близзард. Звук называется. Бежавший из тюрьмы, что такое. И геймплей этой карты прародитель всех моба-игр. Смотрите, здесь есть две базы, из которых войска выходят сами по себе и под контролем находятся только герои. Только тут конечная цель не базу разрушить, а клетку себе захапать, но механика все равно очень похожа. Я вот даю тюремщице на клыка, но она, хочу я сказать, баба не промах, настоящая Яндередера. Иллидан мой! Что, конечно, не спасает ее от проглота, и я доставляю нашего кореша на базу. Далее Кейль присягает на верность Иллидану и узнает от него о том, что все это время Иллидан исполнял приказы Килджедена, который, в свою очередь, сбугуртнул на короля мертвых из-за предательства и поручил его уничтожение. Вот это просто повороты. Это реально Санта-Барбара. Я уже, конечно, вполне таких нюансов не помню. Теперь в пятой главе... Примерно помню кампанию, но надо припрати реально, чтобы вспомнить все. ...ставит задачу захватить здешние земли и начать править адскими территориями. А чтобы это осуществить, нужно сместить текущего президента мерзости, демона Магеридона. Чтобы это сделать, мы сперва отрежем ему возможность призывать себе армию, закрыв престарелые врата Нерзула. Ну и вот, короче, Иллидан... Я не глухой! Да ты слепой, чё? Иллидан закрывает эти порталы. Из них, правда, постоянно вылазят демоны, но это не помеха. После закрытия первого я познакомился с новым другом. Я Акама. О, Дренеев. Ну, короче, Дренеи это тоже коренные обитатели Дренора, как и орки. И они будут нам помогать свергать Магеридон. Бонти Хантер, кстати, был Дренеем в первой тодке. И теперь пришло время штурмовать темную цитадель. Последняя на сегодня глава начинается с бугурта Магеридона. Я властелин пустошей. И чё? Поебать, чё он там бормочет, потому что мы уже у него прям под забором. Как вы видите, штурм проходит очень эффективно, и наши ребята умирают не зря. Ситуацию меняют Дренеи, которые по стелсу проникают внутрь и ломают источники питания защитных строений. Геймплей тут самый, что ни на есть разносторонний. Кроме прямых стычек с демонами, мы параллельно управляем нагами, а также, чтобы безопасно пройти мимо этих пушек, пользуемся невидимыми гнидами. Также здесь было несколько боссов, такие как здоровенный мясник, кайфовая была миссия, так называемая госпожа страданий, и не менее, так называемый повелитель боли. Вот этот думчик тупо. Я теряю терпение. После склеивания и хласта открывается дверь к самому Магеридону, драка с которым вызвала у меня определенные трудности. Я, конечно, чуть не сдох, но в итоге этот дебил залагал и почему-то начал идти в другую сторону. Ну, красиво. Самый лучший расклад и самая достойная победа, я вам скажу. Жирный, конечно, и теперь Иллидан, как настоящий Гитлер или Папа Римский, выходит к череде... Сравнение Папа Римский и Гитлер. Однако это еще на конец. Неожиданно в пустоши появилось огромное облако пердежа, из которого вылез Хилл Джеден. Смотрите, какой огромный. Иллидан убеждает, что он совсем не хотел спрятаться и развлекаться с проститутками, а на самом деле это была многоходовочка, чтобы уничтожить короля мертвых. И этого оказывается достаточно, чтобы демон поверил и дал еще один шанс. Но теперь Иллидану точно нужно сделать это или его зад рискует быть ликвидированным. Поэтому команда гадов отправляется в Нортренд. На таких приколах заканчивается компания Альянса и данное видео. До раскрытия финала остается совсем чуть-чуть. Эх, еще видео надо ждать, но... Если честно, нужно отойти отлить немного, ребята. Подождите, я приду через несколько дней, ладно? Ха-ха-ха. Круто. Мне кто-то пишет, господи. Простите за оповещение, я забыл вырубить их. Я вырублю его. В следующем видео уже их не будет, я встречаю. Блин, на самом деле кайфово. Просто сейчас сразу вырублю, потому что потом забуду. Кайфовая игра. Прямо это мое детство. Я реально хочу переиграть. Господи, как я соскучился за ней. Реально, жалко, что нету подобных игр. Реально жалко. Я очень жду еще все-таки переиздания Варкрафта. Да, нам говорят, что вроде более цветастая, но со мной это Варкрафт. Все равно в очень многих моментах она подкручена. Я надеюсь, это привлечет новую аудиторию и Варкрафт снова будет живее всех живых, потому что в плане геймплейных механик, в плане его разнообразия, простите, кастомки Варкрафта это просто нечто. Например, они легко создаются, они блин, они просто кайфовы, есть на разный вкус, даже гонки, блин, есть в Варкрафте. То же, в то время, как в Доте, например, стать свою кастомку очень непросто, надо больше париться, разбираться, и все люди хотят этим заниматься, особенно на бесплатной основе. Все-таки Варкрафт это было с полайту, довольно просто, не обязательно было знать Гуи, можно было на обычных триггерах все создавать, хотя я, кстати, Гуи немножко знал в свое время. Ладно, ребята, ссылка на оригинал в описании, приходите, подписывайтесь на Слидан, а также подписывайтесь на мой канал, значит, что у меня есть промокод Майни, и то, что я очень люблю пить. Всем удачки, всем пока. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok